Президент Турции начинает свой визит в США, который продлится аж до 2 апреля. Эрдоган примет участие в саммите по ядерной безопасности и пообщается с представителями науки и бизнеса. Но поездка оказалась смазанной, даже не успев начаться. Поболтать один на один с Бараком Обамой в этот раз, похоже, не получится. Стало известно, что американский лидер не намерен встречаться с Эрдоганом. Дескать и так, недавно созванивались и нужды в рандеву нет. Но эксперты все видят, отношения двух лидеров явно разладились и, скорее всего, перезагружать систему будет уже новый президент США. В Анкаре ошибки признавать не любят. Турки до последнего пытались сохранить хорошую мину при плохой игре. Это не визит, который наносится ради двусторонней встречи. Это поездка на саммит, где будут участвовать много стран. Конечно, в рамках подобных саммитов есть место и для проведения двусторонних встреч. Эксперты полагают, что на самом деле идет гораздо более тонкая игра. Об Аме, конечно, есть что обсудить с Эрдоганом. Но тот наступил на больную мозоль любого американца, тем более президента, свободу слова. Первую поправку Конституции в США впитывают с молоком матери. Некоторые обозреватели, в том числе турецкие, считают, что встреча все-таки состоится. И просто Обама сейчас демонстрирует свои фи турецкому коллеге для того, чтобы показать всей Америке, что он твердо выступает за свободу пресса. Ну, конечно, и вопрос курдов здесь стоит, но в меньшей степени. Потому что расхождение у них серьезное. И самое главное, что ударом артиллерийским и авиационным на турецкой территории подвергаются мирные жители, не только боевики РПК. Ну, надежда умирает последней, как говорится. Правда, сегодня туркам опять напомнили, что им не слишком-то рады в США. После встречи представителя Совета нацбезопасности США Неда Прайса с главой МИД Турции Мевлю Томчевушаглу Белый дом призвал Анкару соблюдать нормы демократии. По мнению Янки, там забыли о ценностях, которые прописаны в Конституции. Аресты журналистов и назначения смотрящих в неудобные СМИ к ним явно не относятся.